Прошедший тур Беларусьбанк высшей лиги подарил болельщикам россыпь забитых голов и ярких эмоций. В семи матчах уикендов футболисты наколотили 37 мячей. Лучше всех постарались тех, кому по статусу это положено. Шахтеры Батэ благодаря крупным победам по-прежнему неразлучны на первой строке. Гродненский Неман, под отстав от гонки за золото, тут же попал под прессинг целой группы преследователей, которые также метят в призы. В нижней части таблицы Слудск, Городея и Белшина решают, кому по итогам сезона достанется счастливое место под номером 13. В преддверии 24 тура АВФФТВ и я, Илья Бакай, предлагаем афишу трех наиболее интригующих матчей. Перенесенный матч первого круга между Минском и Неманом был полон огня, искры от которого разлетались в разные стороны даже после его завершения. Тем не менее, именно эта игра стала отправной точкой для горожан, о которых нынче отзываются как о тренерской команде. Под руководством Вадима Скрипченко Минск вышел на стабильный набор очков и смог выбраться из опасной зоны. Психологическая перезагрузка явно завершена, в претендентах на вылет клуб более не значится, что делает его еще опаснее для соперников. Потерпев два обидных поражения в конце августа, Неман с умом воспользовался международной паузой и в матче против Руха снова выглядел охотником, который стреляет точно в цель. Два гола в стартовые 15 минут, итоговая победа над непростым соперником добавляют уверенности гробницам. Тем более, что предыдущее поражение от Минска в команде посчитали незаслуженным и скорее всего готовятся это доказать. А мы с удовольствием на это посмотрим. Матч Динамо-Брест Рцор-БГУ представляется противостоянием непредсказуемых команд в непредсказуемых обстоятельствах. Хозяева проводят сезон 2020 за смещенным центром своих приоритетов в сторону Еврокубка и выходят на игру против студентов с мыслями о покорении Европы. Похожей ситуацией несколькими турами ранее Бобруйская Белшина смогла вытащить из чемпионского кармана три очка. Рцор и сам признанный мастер обидеть фаворита, что сумел показать в игре с Брестом в первом круге. Помимо этого у Минчан из-за переноса матча предыдущего тура на подготовку было две недели, а у Динамо после Лиги Чемпионов остается несколько дней. Если кто-то хочет сделать прогноз на данную игру, отдумайтесь, предугадать исход будет крайне сложно. Минская Динамо сыграла три матча в разных турнирах, но завершила их с одним и тем же печальным для себя результатом. Прагматичный стиль Леонида Кучука пока лишь проблескан и заметен в игре его футболистов и дважды подряд был разбит куражистыми крумкачами и чемпионами из Бреста. Перепланировка в Динамовском доме проходит очень сложно, хоть и началась уже давно. Впрочем, в последние годы Белоголубые в любом своем состоянии Ислычи не проигрывали. Последний раз такое случалось более четырех лет назад. Сильно ли беспокоят Ислыч всякого рода серии и тенденции, ответить несложно. Команда из Минского района имеет пять побед подряд, обыграв по ходу дела и чемпиона, и лидера таблицы. Радует глаз болельщиков и результативность. На этом отрезке забито 16 мячей. Лучшими в августе на футбольном поле и тренерском мостике признаны Януш и Жуковский. Казалось бы, вот он один из главных претендентов на бронзу. Но так это или нет, мы узнаем только после матча с Минским Динамо.